...миллион долларов, размер позиций 10, стоп ты ставишь 200 тысяч, но по факту это все равно... ...позиции открываются на размер больше, чем депозит, это уже в плечо бабоке. Что касается прогнозов, торговля от уровней это прогноз чистый вид. То есть можно как угодно это объяснять, но реально это прогноз, ты предполагаешь, что оттуда здесь нападет в ту или другую сторону. То есть, поставили что противоположную... Это тоже не так. Ну, ты можешь потом объяснить, да, что мне так, я просто свое мнение рассказываю. В любом случае, понятно, что есть статистика, как бы ты говорила, статистика математическую какую-то, да, что, например, там, панелы проходят и так далее. Но есть статистика другая, статистика ZB регулятора, что 95% людей, кто пытается торговать, терять свои деньги в первый год, а 99% в первые 2-3 года. То есть эта статистика, она, она есть, и даже если ты ее будешь менять своими учениками, что у тебя будет более успешно, да, там, у тебя будут терять не 95, там, а 80, там, да, зарабатывать 20. Все равно, в целом, подобный стиль торговли, купителям для частного грейства. И что я пытаюсь, когда я делал со своей стороны, я пытаюсь людей учить совсем другому, что, давай, надо без ключей, что надо не считать середине, который может понять, куда пойдет рынок, там, на проходе, на проходе, без любой точки, вероятность смещения рынка 50 на 50. Это нужно, как бы, из этого нужно исходить, это теория эффективности рынков, это, например, 19-го года, Южуфа, мы тогда, я тогда, это Бетха, мы видим, что здоровенное количество людей это говорило. Вот я, как-то, сторонник этих людей, и, несостоянно из этого, пытаюсь мне подносить, пишу для широкого круга, я не говорю, что про акционы, я говорю, что я делаю для широкого круга бесплатно, огромные, так, в аудитории, фракции, там, и так далее. Вот, поэтому, основной, как бы, корень представления у нас был именно в этом, так, то есть я говорю, что, подняйтесь, никакие вещи, никакие стопы, потому что стополз – это отрицательная сделка. Отрицательными сделками, все это вырастить невозможно, можем разрабатывать только положительными сделками, это, даже не математика, это, логика. Если людям нравятся правила простополосы, значит, их автоматически ориентируют на отрицательные сделки, все, отрицательные сделки заработают при себя. Логика, что сначала... Лёш, я тебе сразу, я тебе сразу, если бы ты когда-то попал в Нью-Йорке, разговаривал бы с компанией, где есть тысяча профессиональных трейдеров, коим на российском рынке абсолютно не читал, потому что вы не общались с людьми, которые зарабатывают сотни миллионов долларов на десках, то ты бы понял одну вещь, что отрицательная сделка, она заложена в системе, а эта системная сделка абсолютно нормальная. Первое. Первое. Подожди. Первое. Я сейчас послушал, тебе послушай ты меня. Послушай внимательно. Я в своей жизни общался с таким количеством трейдеров, которые ты в своей жизни просто даже не увидишь. Это раз. Один дядя мой, еще раз. Моему дядю, моему дяде, он был 4 миллиарда долларов, я сидел на деске и видел, как совершаются сделки, раз. Я 70 раз. Он живет, он живет, он живет с тобой, хватит на новое лучшее. Окей, еще раз тебе объясняю. Еще раз тебе объясняю. Я тебе показывал личный счет, когда мы с тобой говорили по скайпу. Показывал или не показывал? Я считаю, что ты деньги, которые можно зарабатывать со стопами и с прогнозами. Окей, я тебе еще раз объясняю. Смотри. Это абсолютно неправильная торговля. Торговать без стопа или без риска. Тут, подожди, тут математика другая. У тебя может быть стоп большой, либо стоп может быть маленький. Например, тот же Майкрейд торгует более широкими стопами. Это раз. Второе. Давайте я скажу так. Я сейчас покажу людям файл. Смотри, ты не можешь парировать мне только здесь в одной ситуации. Знаешь, по какой? У меня есть цифры. Я сейчас людям просто покажу ежедневную торговлю моего кульского офиса, где 80% трейдеров были положительные. Прежде чем их набрать, ты сколько с ней человек отстег? Первая группа была из 300, отобрана 33. Первая группа 7 лет держалась и заработала 10 миллионов долларов. Значит, ты уже отстег 90%. Правильно. Правильно. 90% своих учеников прямо тогда давать не смог. Окей, теперь другая проблема, которую я тебе объясню. Здесь сидят люди в заднике. Первое. Я считаю, что по сути дела, научить любого человека можно трейдинг при этом условии, если он не дисциплинирован. Только, если человек не дисциплинирован, Подожди. Если человек не дисциплинирован, шансы заработка равны нулю. Но все люди, кто торгует просто даже элементарно с роботом стоп-лосс, ни один человек не теряет денег. Я тебе могу сказать другую статистику. Люди, которые торгуют без стоп-лоссов, без ключей, тоже не теряют денег. И таких людей намного больше процентов отношений. Это все инвесторы, это все люди, кто там делают структурные продукты. Илюша, Илюша, я не хочу принимать, ну сейчас какие-то слова говорит, но поймем одну вещь, что придет 2008 год и инвесторов похоронят. Понимаешь? И сейчас, подожди, и сейчас... Я торговал в 98 году, ты этого кризиса не видел никогда. Илюша, Илюша, посмотри, 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 посмотри. Первое. Илюша, первое. Первое, давайте я скажу так, давайте я скажу так, что я могу тебе показать на бумаге, я сделал больше миллион двести тысяч трейдов. Я не думаю, что у тебя есть десятая часть такого количества трейдов. Я говорю за себя. Ты же сейчас, не, подожди, ты сейчас перешел на меня, я тебе говорю, я торгую так же, как ты с 98 года. Не, не, я тебе говорю о другом. Люди, которые в 98 году работают без ключей, они свои деньги сотронения, несмотря на то, что рынок упал в пенсии. Подожди, откуда ты взял ситуацию, откуда ты взял ситуацию, что я учу людей торговать с плечами? А что, по-моему, подразумевает плечами? Абсолютно нет. Если ты используешь... Одну секунду. Если ты используешь абсолютно тотальный абсурд. Объясняю почему. Если человек использует 30% депозита для входа в сделку и ставит стоп даже 30% от позиции, то он торгует на десятую часть от депозита. От депозита. Абсолютно никаких ключей. Давайте я скажу, где ты не прав. Смотри, сегодня ГРУ по Сберу образно 25 тысяч рублей. Если ты торгуешь один контракт Сбера, это не значит, что ты автоматически торгуешь с плечом. Если ты торгуешь для себя. Подожди. То, что биржа говорит, что это торговля с плечом, это то, что говорит биржа. Но если ты торгуешь в номинале, смотри, если ты торгуешь в номинале, и лонг, и шорт, то твоя позиция вообще считается дельта-ноль. Дельта-ноль. Это без... Лонг, и лонг, и шорт. Если это не тот же актив, то ноль. А если важность, гаррированный, то уже не надо. Илюш, ты за границей когда-то торговал? А? Ты торговал когда-то за границей? Конечно. И вот то, что ты сейчас сказал, это тотальный абсурд. Ну, а, да, ладно, давайте распустим, что это в российский момент не будет делать, но размер позиции у тебя больше, чем размер депозита, или меньше? Меньше. Твой размер? Меньше. Человек, любой человек, который у меня учится, не имеет права заходить на всю котлету, как ты говоришь. То есть, если у человека 30 тысяч депозит, он может заходить на третью часть от депозита, то, что уже не предусматривает собой торговлю с плечами. Уже. Ну, все, у нас срывались на 10 тысяч, и еще и считались в долг по ним. Абсолютно верно. А когда вопрос с плечами к тебе, технически снимается однозначно, если ты относил аудиторию, то что именно так? Я могу тебе даже больше сказать, я не просто говорю на аудиторию, ты можешь посмотреть зал, поднимите руки, кто у меня учился. Именно так. Видишь? Это человек движется. Нет, на самом деле больше их всем. Это верно. Поэтому здесь сидят люди, здесь сидят люди, которые выходят, мне рассказывают, как есть, свои проблемы и все остальное. Любой человек, который торгует с риск-менеджментом, со стопами... Я тебе расскажу, почему я решил так вещь. Потому что я разговаривал по этим, что не дай, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай. Понимаешь? Нет, нет, послушай внимательно. Если у каждого мужчины есть руки членов, значит, он он анонист. Я согласен, но я отдал информацию. Подожди, еще раз тебе объясняю. Смотри, дай тебе объясню. Подожди, я тебе объясню одну вещь. Любой человек, который в Ютьюбе посмотрел мое видео, считает себя с моим учеником. Да, он у меня никогда на семинаре не был. Он учился, он учился по моим Ютьюбам. И торгует он, кстати, очень неплохо. То, что его иногда... Подожди, то, что его иногда косит, это его персональная проблема. Он торгует уровни, он понимает уровни. И у него так же, как у тебя есть инвесторы. Понимаешь? Но, но, у него есть скалькулированный риск. Давайте я скажу так. То, что делаешь ты, я тоже очень хорошо знаю. Потому что в свое время в Америке, в 98-м году, когда я сдавал экзамен порционом, я его сдал в топ-2 процента на Соединенные Штаты Америки. Даже не сомневаюсь. Нет, я тебе просто говорю, что я как бы знаю, что такое там твоя стратегия. Люди, которые торгуют по моей стратегии, их задача одна. Первое время не убиться. По-простому. Дальше, если человек психологически сильный и может по-простому работать с дисциплиной, то он вылезает. Да, то, что ты говоришь, мы торгуем уровни. Видишь, у тебя тоже, ты никогда не был на семинаре, ты говоришь с того, что ты видел или слышал. Мы как раз позавчера, Леша с Семеновым, позавчера, да, мы с Лешей с Семеновым, он пришел, кстати, сюда, мы позавчера разговаривали, у него были личные вопросы, я сказал, прямо задавай мне свои вопросы, я на них отвечу. Мы не торгуем уровни, мы торгуем рынок. Уровень для нас, это только то место, где мы можем зайти и не знаем, куда поставим стоп. Но уровень не дает гадания, направления инструмента. Мы смотрим симбиоз. Откуда пришел инструмент? Сколько он прошел? Где накопилась энергия? Мы выбираем индивидуальные бумаги, мы не торгуем рынок в целом. Сегодня мы можем шарпить Сбербанк, а завтра, по-простому, мы можем лонговать Роснец. Скажу тебе даже больше. Почему ты выбираешь от Сбербанк, где он такой вопрос не отсказал? Скажу, в городе, в городе, в городе, в городе. Картинка. Есть определенная картинка, я тебе говорю, пожалуйста, мы снова можем выйти на скайп, я эти открою, скажу даже больше, скажу даже больше. Это прогноз или нет? Нет. А как? Ты же, что, когда ты не торгуешь? Да, но если бы это был прогноз, прогноз у меня был бы 100%. Я торгую картинку, учитывая, что если инструмент пойдет не в мою сторону, я получу выбор. Но я знаю, что если я сделаю 40% или 35% положительных сделок с математическим ожиданием, например, 3 или 4 к 1, то я по итогам месяца или по итогам года буду плюс. Я торговал так с первого дня, подожди, я торговал так с первого дня, я проторговал больше миллиона сделок, у меня есть выборка, я основываюсь только на цифре и только на статистике. Скажу тебе даже больше. У нас 2 дня последних семинаров осталось, у нас на предпоследнем дне, например, сегодняшнем, мы делаем домашнее задание, а на последнем, где мы реально торгуем рынок. Реально. Не демо, ничего, открывается рынок и торгуется все, что мы прописывали. То есть мы торгуем только, только в соответствии со своим сценарием. Ни одна сделка не делается с рынка. Открывается график, объясняется график, почему то-то или не то-то, почему лонг или не лонг, шорт или не шорт, объясняется и на следующий день отторговывается. Такое, чтобы ты понял, после этих 5 семинаров количество положительных сделок на семинаре больше 65%. Алис, тебе отвечают, поэтому стр... Лег technically multisir, это много у кого было... Эй, Элёш, ты задал выбросы, какая реализуется такая стратегия? Ты подожди, смотри, Подожди, твоя предъява была уровней, с уровнями мы решили. Твоя предъява была... Не дай мне ответить, вроде бы мы не решили, мы решили только с крючком. Уровень это... Не заступай. Потому что у тебя идет в талфетке, но наверное... Илюш, подожди, ты был на семинаре или нет? Я говорю из того, что ты мне сейчас сказал. Я опираюсь только на то, что услышал номер от тебя, больше я на что не опираюсь. Ты говоришь, ты смотришь, когда ты откуда пойдет на Роснефть или куда пойду. Например, ты сделал решение, кто с ней спокупали, ты ставишь в какой-то момент БУКУ, ты ставишь на Роснефть, это чистая прогнозная торговля. Если пошел в свою сторону, то ты хочешь как можно быстрее больше заработать. Если пошел в воде, ты ставишь на Роснефть. Это чистая казино. Угадал, не угадал? Если не угадал, получил бы. Если угадал, получил бы. У тебя как бы есть хим. Ты говоришь, что мы теряет мало, в случае мы им зарабатываем много. Илюш, я же еще раз объясняю. Подожди, подожди. Это твое феноменальное заблуждение. Я тебе еще раз объясняю. Я тебе сейчас, при готовом картинки, я людям покажу, что может быть 80% положительных трейдеров в день, если они будут сжаты близки. Илюша, какое казино? Казино выигрывает один человек. Я работал в фирме, в которой было 5 тысяч трейдеров. Как ты вообще можешь со мной по-простому мериться? Будем говорить так. Вот, Велик, когда нет аргументов, ваш полный месяц. Почему аргументы? Я тебе показываю. Можно тогда я тебе вопросы дам? Да. Цифра – это аргумент или не аргумент? Смотря какая. Хорошо. Когда берешь 50 трейдеров и за день 40 трейдеров плюс аргумент или не аргумент? За день не аргумент, это математические моменты. А если я тебе покажу 30 дней подряд? Если покажешь 5 дней подряд… Не, не, подожди, какой 5 дней? Сейчас, Илюша, сейчас ты уже по-простому начинаешь включать запись. 30 дней… Подожди, подожди, подожди. Слушай, я хочу показать, что есть люди, которые зарабатывают миллион процентов в месяц, и я только не умею. Илюш, мы не говорим о миллионе, мы говорим об обыкновенных цифрах. По своей научи, каждый год, кроме смешивки, меняются рейдеры. Леша, какой, Леша, какой ЛЧ, ЛЧ, люди потеряли деньги суммарно. Человек, почему я не выхожу на ЛЧ? Победительство там есть? Еще раз тебе объясняю. Это разовые, это разовые люди. Еще раз тебе объясняю. Почему в конкурсах, почему, почему в конкурсах, еще раз, почему в конкурсах не стоит участвовать? Потому что человек, который участвует в конкурсе, ставит задачу победить. Когда человек ставит задачу… Ты послушай, я тебя слушаю. Когда человек ставит себе задачу победить, то человек ставит себе другую задачу. Победить любой ценой. Поэтому люди используют коппинги. Поэтому… Месяц, 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 можно накормить состояние рынка. Илеша, три года аргумент. Слушай, я тебе могу сказать. Илеша, три года аргумент. А по что ты ведь теперь? Илеша, три года аргумент. Да нет, я тебе аргумент. Это в каком году было? В 2001 по 2008 в России в СССР не было взряда. А что если я тебе сейчас покажу 2009 по 2013? Аргумент? Когда готовный. А когда это на каком? Когда готовы, если мы в СССР в одном состоянии, где мы заработаем. Состояние нужно менять. Илеша, Илеша, а теперь я тебе объясню одну вещь. Я тебе говорю, просто покажу тебе людей, которые закрывали все позиции в конце дня, и им тренд был абсолютно по барабану. Мы говорим собрать деньги с рынка, даже элементарно в внутренней торговле. Без инвестиций и направленной торговли. Илеша, а теперь я тебе расскажу то, что ты не знаешь. У меня 80% трейдов, это шарты. 80. Даже на аптренде. И я могу тебе показать свою налоговую декларацию за 2008 год. Это один из лучших годов был. Притом я тебе показывал лично налоговую декларацию. Илеша, я же так, подожди, выебнулся же ты, не я. Прямом сказать слово. Но я же не сказал, коровин мудак. Но ты не сказал мудак, ты сказал, что это по-другому. Почему это все затеяло? Я тебе объясняю, что ты смотришь рядовые, подожди, ты смотришь рядовые ситуации. Простые рядовые ситуации, на которые ты обращаешь внимание. Я тебе могу тоже задать клиент. Твои клиенты знали, что ты можешь потерять все или нет? Да. Знали. А я знаю твоих клиентов, которые сказали, что нам это не сказали. Тогда мы не говорим, что мы не говорим, что мы не говорим. Окей, а я тебе говорю одну вещь. Я могу тебе показать налоговую декларацию за все годы моей торговли. Плоть по месячным. И еще раз я объясняю, да я хороший трейдер, да я может трейдер выдающийся, но гения в этой жизни нет. Я просто объясняю, что если человек имеет систему, если человек торгует в соответствии с рисками, этот человек может на дистанции зарабатывать деньги. Я тебе говорю не потому, что это мои ученики или еще что-то, я тебе говорю, из того, что я проработал и просто проработал, а управлял компанией второй самой большой в мире с десятью тысячами трейдерами. Я знаю такой выпуск. Да, это была компания, которая я был, один из владельцев, я был CEO компании. Друзья, Илья, Илья, Саша, я тут поняла, что у вас уже тут какое-то прошло мерение, кто в каком году, а давайте мы сейчас поговорим о более практических вещах. Саша обещал показать какие-то картинки, мы посмотрим картинки, я пришлю тебе скринные этих картинок и может... Илья, как ни странно, первый, который видел это слово и налоговой депорации. Я иду на скайпы лично показываю. Давайте практические вещах. Друзья, вам что сейчас больше интересно, проговорить про практические вещи или послушать спор Ильи и Саши? Практику хотят. Нет, ну вот так вот. Если у вас есть... Смотрите, подождите, одну секунду, или я? Давай, давай спросим назад. Смотрите, тихо, тихо. Одну секунду. По-простому вы слышали аргументы. Аргументы Ильи в следующем состоят. Теперь, если кто-то хочет из зала, там, без учета, кто у меня учился или не учился, аргумент следующий просто спросит людей. Потому что мое мнение, это мое мнение, Ильи, мнение, это Ильи мнение, да? То есть, если бы я по-простому реально с кем-то зацепился, я бы задал просто ряд наводящих вопросов, на которые человек бы ответил, я дальше бы не разговаривал. Так вот, вот простой вопрос. Илья считает, что стопы это зло, плечи, подождите, плечи это зло, большие плечи это зло, это однозначно. Вопрос один, вопрос один. Стопы это зло или не зло? Зло.